Ну что, привет интернет! У нас сегодня, по моим ощущениям, очень интересный гость Бигжан Идарисов. На сегодняшний день редакторствуешь на славном сайте Ордена Краснознаменного Радио Точки. Да. Это, если не ошибаюсь, это там выходили материалы, по-моему, ну вот я видел Ержан Сулейменов и Шерил, кому что принадлежит в Казахстане. Они и сейчас выходят, да. Они и сейчас выходят. Почему я не видел подобных материалов на других сайтах? Ведь, по большому счету, мы же понимаем, да, что, ну и как минимум, это интересно аудитории, да, что там кому принадлежит. То есть... Вот, Слав, этот вопрос не ко мне, а к другим сайтам. Почему они этого не делают? Ержану Рахмет просто огромный и респект. Нет, я вот прочитал это благодаря Сулейменову. Да, он это продвинул, он это пробил, он объяснил людям, что это нужно, и это можно, и это возможно. Причем, там же не какие-то вбросы, там все из открытых источников. Совершенно верно. Другой вопрос, что открытые источники в нашей стране, как мы теперь выясняем, они опаздывают. Вот, скажем, телекомпания там продана, компания Алсека проданы, а информация в открытых источниках в государственных... Она не поменялась. Она не поменялась, они там кто-то раз в год меняют, кто-то там раз в полгода меняют, и она старая висит, и мы вот от этого зависим, и поэтому нам периодически звонят, говорят, ребят, там поменяйте, потому что это неправда. Мы говорим, сори, мы не можем ничего поменять, потому что мы ориентируемся на открытые источники. Когда там поменяется, естественно, мы все приведем к соответствию. А пока вот так вот. И это вот, ну, я не знаю, как с этим быть, но оно вот так вот. Понял. Журналистикой все еще интересно тебе заниматься? Да. Да, иначе бы я не занимался. А в чем прикол сегодняшней журналистики? Вот почему тебе интересно? Потому что там версий ведь очень много на сегодняшний день, да? То есть вот последнее обращение, я к чему это спрашиваю, последний вот пост на ФБ, когда Вадим Николаевич Борейко, вот, кстати, у него сегодня день рождения, в пятницу мы пишем, Вадим Николаевич, всего хорошего вам, здоровья, и этих вот, у вас в постах очень часто бывает, кураж такой, как пробьется, вот такого вам почаще, чтобы не заканчивался. Так вот, Вадим Николаевич написал, что, слушайте, вам уже скоро, примерно такое содержание, что скоро уже сидеть не предлагают уже журналистам, да? То есть, ну, грубо говоря, давайте уже эту правду писать, то есть, как бы, что не пишете, да, там, типа того. Ну, надоело уже, обрыдало, да, там, сплошные вот эти мимимишные какие-то там вещи, да, или, ну, ты же понимаешь, о чем я. Ну, вот, смотри, да, сейчас мы всерьез задумались над тем, что такое радиоточка. Вот порталу три года уже, да? Три года. А, и для меня это загадка, и для всей редакции это загадка, и для учредителей загадка, и для читателей загадка, да? Ну, не то, чтобы загадка, но никто этим вопросом не задавался. Классно. Ради чего человек должен заходить на сайт радиоточка? Мы сейчас вот это все у себя там в коллективе потихоньку обсуждаем, мы делаем какие-то вещи, ну, то есть, мы работаем, да, но по-хорошему, вот этой вот базой основы, да, а для чего мы это делаем, она пока вот такая туманная. То есть, мы идем по наитию. Если, скажем, взять там, ну, российские там, издания «Эхо Москвы», понятно, это спектр мнений, мы здесь говорим. То есть, либеральному плану, да, РБК, это вот сугубо деловая информация, да, Россия-24, это тоже понятно, да, у каждого там издания есть, ну, какое-то свое лицо. У нас в Казахстане, ну, редко, я знаю, у кого есть лицо. Скажи. У телеканала «Казахстан», у телеканала «Хабар», и они этого не скрывают. Мы вещаем, говорит Казахстан, сугубо на казахском языке, и это правильно, они двигают национальную политику по продвижению государственного языка, А Хабар, он говорит, а мы про правительство, да. Мы официальная версия. Мы официальная версия, все, и это честно. Ну, как бы, да. Вот журналистики современной в Казахстане, на мой взгляд, вот этой вот честности не хватает немножко, да. Понятно, что есть какие-то темы, которые нельзя обсуждать или опасно обсуждать. Вот к предыдущему твоему вопросу, почему этого не делают другие редакции. Я сталкивался с этим, когда ребята там с КТК увольняются, приходят на 31 канал, а потом делают большие глаза и говорят, оказывается, об этом можно писать и снимать, а нам на КТК это запрещали. Ну, у них редакционная политика такая. Почему она такая, это вопрос к ним, да. Но у журналистов-то сложилось впечатление, что об этом вообще ничего нельзя говорить, а выясняется, что в другом месте там можно. И вот с этой рубрикой то же самое. Почему нет? Нет, ну, я на самом деле, когда ее увидел, да, то есть я, ну, не то чтобы удивился, но она из общего вот этого инфопотока, да, то есть эти материалы выпадали однозначно. Ну, я об этом и говорю. Из года в год, изо дня в день, да, уже вот, ну, полтора десятка лет журналистов приучали к тому, что много чего нельзя. И в какой-то момент у них тумблеры в голове включились, что нельзя многое. Ну, это наша самоцензура, вот, которая... Она самая. Да, 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 она самая. Воспетая она уже, кстати, воспетая, я думаю, всеми редакторами, всеми медийными личностями. То есть я вот о самоцензуре я слышу последние пять лет. Она есть. Ну, так она есть, да. Ну, вот мы здесь на радиоточке собрались, я говорю, ребят, у нас никакой самоцензуры нет. То есть мы не боимся. Мы получаем там периодически по шапке за какие-то материалы, там, из генпрокуратуры письма приходят, там, звонят, в комментах пишут. Ну, а что делать? Это наша работа, мы ее обязаны делать. И вот мы сейчас в поиске, что такое журналистика вообще. Ну, как хорошо. Вот хоть кто-то это сказал, слушай. Это очень здорово. Сейчас мы об этом поговорим. Я на днях ездил в Москву на форум евразийских и азианских медиа, ну, так громко называется. Дмитрий Киселев. Фигура, ну, неоднозначная, да. Я с ним специально сфотографировался. Вывешу эту фотографию в фейсбуке попозже. Объясню почему. Это джедаевый батенька. Дело не в этом. Я его спрашиваю. Нет, я предлагаю, ты еще фотомонтажом фуфайку себе приделай. Фуфайку и вот эту шапку, знаешь, ну, то есть, чтобы быть классическим ватником, я считаю. Вот. Все равно же в комментах напишут, какая разница. Пусть пишут. Я его спрашиваю, вас же тоже все время обзывают здесь всячески, да, мы агитатор, пропагандист, это к журналистике не имеет никакого отношения. Как вы это вот все переживаете, как вы с этим стрессом справляетесь? Он говорит, да нет никакого стресса, потому что это же все обзывалки, а к его работе, ну, как он говорит, да, они не имеют отношения. В принципе, вот о себе я могу сказать, а о нашей журналистике то же самое, да. Это вот обзывалки. И вот они там обсуждают вопрос, что такое журналистика. Позвали там Проханова, Ерофеева, там, ну, это вообще отдельная история. Не, ну, Проханов это вообще персонаж, он как зайдется вот в этом своем, как тебе сказать, не, ну, это по-разному можно оценивать, да, но он в какой-то заметил, вот он, когда, я просто сколько видел, он в транс впадает и начинает там, да-да-да-да-да-да-да. Ну, натура страстная, а что никто не запрещает? Нет, ну, так я ничего, да. Интересно просто, дядька. Я не призываю, но именно вот эта журналистика, она помогла войну эту выиграть. Где там грань между агитацией и журналистикой? Да ты ее там не проведешь, это война. Сейчас Россия считает, что она тоже в состоянии войны информационной. Ну, это часто, это прямо у Федии говорится. Да, и они, соответственно, себя и ведут. У нас ситуация немножко другая в Казахстане. А у нас журналистика, она такая навзничная. Уже не просто на боку лежит, она навзничает, да. Чем журфаки занимаются, никто не понимает, но ребята оттуда приходят. Ну, а ты там лекции читаешь на журфаках? Нет, я не читаю много времени тратить. Открою страшную тайну, по-моему, из наших топовых журналистов, ведь никто там лекции не читает. А тогда какого фига вы сетуете, да, ну вот между нами девочками, да, то есть смотри, это тоже интересно. Понятно, что это не твоя работа организовывать учебный процесс на журфаке, да, но сколько я знаю, они туда по залету, знаешь, вот типа там, я не знаю, там, Алиш, там, раз в год попадает, там, и то, знаешь, там, скорее всего, за это кто-нибудь заплатит, да, там, ну, не, ну. Скорее всего, там никто не заплатит, потому что там никто не платит на журфаке. Нет, у Еликбаева другая ситуация. У Еликбаева в том числе не платят. Если он берет за это деньги, это ему респект. Если он умудрается, еще и зайдет. Нет, нет, ты что, у Алиша до недавнего времени, это официальная информация, почему, могу, говорю, по ляму лекции читает, ты что? Ну, молодец. Нет, я ничего не говорю. Ну, ладно, это... Почему я не читаю там лекции? Да, вот что ты не читаешь? Ты же много можешь рассказать, правильно? Вот смотри, по моим ощущениям, раньше я иногда ходил, там, что-то читал и все остальное. Вот сидит аудитория, да, человек, стоп. Будущих журналистов. Да, будущих журналистов. Я рассказываю вроде важные, интересные вещи для будущих журналистов. А вопросы задают, ну, процентов 10 из них. И что? И я вижу по глазам, что многие из них, как ты правильно заметил, они туда вообще случайно попали. Зачем они пришли на журфак, непонятно. Мы, ну, когда недели три назад встречались в Астане с Дарьковной Султановной, и обсуждали этот вопрос, и там прозвучало предложение. Давайте закроем факультеты журналистики. Вообще? Вообще, ввиду их бесполезности. Ну, смысл тратить на это деньги, время, людей на это тратить. А от кого прозвучало, извините? Это интересно, на самом деле. Я сейчас не вспомню. Я сейчас не вспомню. Просто такая интервью, я чувствую, будет много смотреть. Там ситуация была такая, кто-то это произнес, я не так понял, я потом вслух просто проорал, что надо закрыть журфаки. И оставить курс журналистики для студентов выпускных курсов, скажем, два семестра, да, всех специальностей, экономика, политика, философия, филология, во всех специальностях. Почему? Потому что, ну, я вижу, ребята, которые приходят в журналистику и действительно чего-то добиваются, половина из них, половина из них на журфаках-то не училась. Не учились. Базовое образование совершенно другое. Абсолютно. Но у них есть талант, у них есть склонность. Можно быстро вклинюсь. Просто у меня вот по ходу, то, что ты говоришь, еще знаешь, зачем надо всем специальностям давать, да, вот кто хочет особенно наукой заниматься, да, вот там, то бишь, там, политология, там, истфакт, бла-бла-бла. Продвигать свои, потому что ведь сейчас обычная система публикации вот научных, она фактически уже сломалась, да, то есть, и мы видим, если политолог себя не двигает где-то там в соцсетях, там, на крупных, там, площадках, да, ну, его нету как такового, а где он печатается тогда? То есть, это надо ликбез всем давать, чтобы они умели как-то там себя подавать, умели связывать. И это, и это в том числе, но прежде всего, этот курс журналистики, он должен, ну, будущим специалистам, экономистам, лологам объяснить, что есть журналистика. Вот сам курс журналистики, да, можно упаковать буквально там, ну, восьмичасовой кейс. Все. Что там рассказывать? Там рассказывать особо нечего. Там нужно делать каждый день. Я сейчас с ребятами нашими, вот этим, собственно, и занимаюсь. Каждый раз, когда они куда-то собираются что-то делать, какой-то материал, я их спрашиваю, о чем будет твоя история? О чем будет этот материал? И почему люди должны его читать? Ну, много таких ребят на радиоточке? То есть сколько вот таких, ну, фронтовых журналистов, которые, ну, занимаются каждый день на писании? Тут такая штука. Там, ну, наверное, половина состава, это ребята, которые работали в газете «Республика» и на телекомпании «Стан». Ну, сам понимаешь, да, это такие оппозиционные издания. Я работал в оппозиционных изданиях. Отказ «Правда» это ничем не отличается. Все то же самое. Заказчик есть, он диктует, что нужно писать и как нужно писать. И в этом смысле вот эти ребята, они точно так же зомбированы, как те, про которых принято считать, те, которые работают в провластных там медиа, да? Ну, какая разница, смысл? Абсолютно никакой. Абсолютно. Просто тональность другая и материалы о других персонажах и все. Все остальное то же самое. Вот они пришли. Казалось бы, они фронтовые. Да, нужно иметь смелость, чтобы работать в этих редакциях. Спору нет, потому что они все время под давлением. Но, кроме этого, что вы можете показать как профессионалы? Ну да. И выясняется, что не очень-то и многое. Не очень-то и многое. Ну да, зажмуриться и написать там что-нибудь там. А, ты козел, и все. И там, если молния не ударила, ну слава богу. А надо же писать, ты козел, так это с выходом. Надо обоснуть. С цыганочкой. Нет, чтобы интересно читать. И интересно, чтобы было читать. Именно вот этим мы занимаемся. Поэтому мы сделаем из этих ребят звезд. Я думаю, сделаем. Потому что в каждом из них есть талант. Мы их брали не просто так. С некоторыми из них я работал до радиоточки, я их знаю. И я вижу, вот скажем, на прошлой неделе был материал, который, ну, фейсбук взорвал. Там, по-моему, за два дня, что-то около 40 тысяч просмотров. Только с фейсбука пришло. Ну, это серьезно, да. Точно. Материал, казалось бы, там простой. Там велосипед украли мальчика. И мы, когда разбирали этот материал, вот уже текст готовый, я Марину Нехтаеву спрашиваю. Мариш, а о чем материал-то? Она говорит, ну, вот о том, что в подъезде вот эти камеры видеонаблюдения, они неэффективны. А вот надо бы, блин, как-то сделать так, чтобы вот такого рода кражи, они не происходили. Нужно как-то вот, чтобы эффективность была другая. Ну, это вот то, что ты описал, а это нереально сделать вообще. Это, ну, так быстро прикинули, 40 тысяч человек нам нужно нанять, чтобы они сидели и пялились в эти вот мониторы и смотрели, кто там с нашими детьми в подъезде разговаривает и о чем. А бураны, которые ездят, вот эти патрульные, да, они через неделю задолбаются ездить, потому что в большинстве случаев будет выясняться, что этот сосед просто разговаривал. Это не то. Я говорю, материал у тебя не об этом, не об этом, а о чем. Она раскопала историю, она раскопала. И эти данные, вот, они в статье есть. Нужно просто выцепить их, вытащить, да. А в чем дело-то? Мальчик этот велосипед купил себе сам. Он о нем мечтал. Он собирал деньги. Когда они пошли покупать, он сам заплатил на кассе. Как взрослый. Взял чек. Взял к велосипеду там еще какие-то прибамбасы, да. А велосипед ему рекомендовали врачи. Потому что у мальчика болезнь. Периодически какие-то приступы случаются, да. И вот я говорю, ты понимаешь, материал о том, что у мальчика-то украли мечту. Он к ней шел год. Ну, у меня, кстати, точно такая же была ситуация, но только не с мальчиком, с сотрудником моим. Он реально год копил на велосипед. И потом вот он пришел, абсолютно потерянный. Это вот для него был смысл жизни. Вот я абсолютно... Ты видел эту ситуацию, ты понимаешь. Я ему свой отдал, потому что я не могу, ну, как... Вот, вот, понимаешь. И люди начали писать на фейсбуке нам. Ребята, дайте координаты этой семье. Мы хотим отдать свой старый велосипед, новый велосипед и все остальное. Там, ну, куча откликов просто, да. Мы поехали на следующий день вместе с этой семьей. Семья, кстати, отказывалась от велосипеда. Мы говорить не для этого, рассказывали, чтобы нам потом дарили велосипеды. Просто обидно. Вы понимаешь, как вот твоему парню. У меня в детстве велосипед украли, тоже было обидно там. Многие с такой ситуацией... Ну, еще живут, то есть, когда ты долго чего-то вот этого хочешь, прям... И потом в конце облом надо... Мы поехали, убедили маму, что мальчик он увидел взрослых какими? Ну, мерзавцами негодяями, как минимум. Ну, есть другие люди, которые хотят подарить от всей души велосипед. Не потому, что они там вас жалеют, да. Они это хотят сделать для вашего ребенка. Не, ну... Мама согласилась... В таких не надо людей останавливать классных порывов. Их по сегодняшнему времени не так уж и много. И вот этот материал ценен для меня вот именно вот этим. Что люди на это откликнулись. Они купили велосипед мальчику. Он счастлив. Он рад. И вот, казалось бы, банальная история, но материал свое сделал. Я после этого сказал, ребята, я хочу, чтобы таких материалов у нас было больше. Не о том, как велосипеды крадут, а о том, как люди откликаются. И вот где-то здесь мы обнаруживаем свою нишу. Не просто нишу. Смысл журналистики. Для нас, по крайней мере. Для Радио Утольфовича. Почему нет? Нет, хороший смысл. Я абсолютно согласен вот с этим целеуказанием. Почему? Потому что на сегодняшний день я вот вижу, вот средняя температура по палате. Народ от негатива, он просто уже озверел, если честно. То есть, понимаешь, интересные вещи. С одной стороны, вот он озверел уже, да, и хочет вот чего-то белого, светлого, чистого. С другой стороны, вот просто садистки сами же пишут опять же это говно. И понимаешь, и где-то вот садомазохистки это говно все-таки. И мы хотим читать, что самое интересное. Я вот не могу вот такие очень тонкие оттенки, да. Но смотри, вот эти новости вот всякие, да, они же вот расходятся вот так. А вот это доброе светлое, оно же фактически редко это вот так. Это вот, к сожалению, редко. И вот эту неделю я смотрю, сегодня уже пятница, неделя заканчивается. Подобного материала у нас больше не было на этой неделе. Не потому что, наверное, нет таких тем, потому что просто мы не справились на этой неделе. Сейчас еще интересные такие вещи, вот во власти, допустим, публиковали, да, турсуновские, да, такие, охватывающие, вот такой большой взгляд, охватывающий вот всю картинку в целом. Да, вот у нас на Ганзе вышел новый автор, Батагорск-Кадбаева. То есть она взяла, она вообще в Турции живет, да. То есть она вот из Турции увидела, называется фалоимитация статья. То есть вот наши проблемы, то есть потому что все же ругают правительство, у нас по сценарию виноват. А я больше себе, понимаешь, вот когда люди на последней, вот в статье написано бабки, берут кредиты, да, то есть и фактически продают 20 лет своего будущего. То есть это же когда, ну ты продал свою жизнь вот на 10 лет, потому что ты будешь жить за копейки, ты будешь выживать. Для чего? Чтобы свадьбу, допустим, справить, понимаешь? Для того, чтобы сделать ремонт, потому что в квартире ты живешь вверху круто, внизу круто, ну ты не можешь машину купить на последней бабке, да. Это же тоже вот разруха, наверное, отсюда где-то проистекает, да, и это как к чему? Вот такие какие-то большие взгляды, вот они тоже нравятся аудитории, потому что у нас вот тоже там 18 тысяч просмотров буквально там за 20 суток. Это вот, понимаешь, каждый человек ищет же ответ, да, вот на все, что ты говоришь. А Ермек, он, ну он художник, он видит какие-то ответы. Эти же вопросы и мы себе задаем каждый день, да. Ну для меня, например, очевидная вещь, что наши люди, они находятся в состоянии страха, знаешь, это страх физического выживания. Откуда коррупция берется? А вдруг денег завтра не будет? А если денег не будет, а что будут есть мои дети? Это страх, он внутри сидит, он не очевидный, но это он и есть. И вот все население страны, оно в состоянии страха. Отсюда все вот эти вот проблемы. Коррупция же вообще тема, она такая очень многогранная и интересная, на мой взгляд. Потому что у нас все, вот ты взяточник, вор, коррупционер, все, там, расстрелять. Ну, кстати, я иногда говорю, да, если бы я сидел на месте этого человека, еще неизвестно, как бы я себя... Абсолютно согласен. Они же не в монастыре Шаолинского воспитываются, они вот с соседнего подъезда. То есть, то бишь, поменяй местами и посадите, а завтра... Знаешь, даже диплом Шаолини это не гарантия. Не, ну я тебе говорю, то есть, да, понимаешь, а не, а как просто, вот, мне кажется, вот многие так и думают, что, понимаешь, это отдельно, вот его маленьким мальчиком отвели на гору, и долго он там шестом прыгал, да, чтобы стать вот этим чиновником. Да ничего подобного. То есть, он развивался вот так же, как там, господи, как и все, да, то есть, завтра он, что тебя отделяет от там какого-нибудь, там, я не знаю, там, министерства, там, труда и печати какой-нибудь. Ну, ничего. Абсолютно. Завтра будешь министром, понимаешь? В этом смысле мне понравилось. Кстати, представь, если это пророчество. Какое, что я министром, я не буду министром. Да, ну, там грантик закинешь, ай, не зарекайся. Я не буду, это абсолютно точно, тут даже зарекаться не надо. Не хочешь? По одному простой причине. У правительства, у тех, кто там работает, нет времени остановиться и подумать. Они с одного совещания на другое бегут. При этом эффективность их работы они даже сами не измеряют. Есть там какие-то показатели, столько-то совещаний прошло, столько-то людей охвачено, столько-то денег. Круглых столов еще. Круглых столов, конференций и всего остального. А вот остановиться и задаться вопросом, а ради чего, что мы получили в итоге? Нет, нет, вот классно, я вот, как хорошо. Нет, круглый стол собрали, действительно важную тему обсудили. И что? То есть, мне кажется, вот вы провели в своем издании, да, вот это собрание. Вы действительно круглый стол, действительно брейнсторминг, нащупали вот эту тонкую талию, что надо начать из негатива делать свет. Ну, вот тот, что ты там сказал, да, сейчас. Понимаешь? То есть, о, ну так надо же дальше, резолюция. Вася, ты бежишь туда, Федя, ты бежишь туда, Катя, там, Крылый Гаш, ты бежишь туда. Понимаешь? Дальше план действует. Вот. И согласно этому плану мы что-то там получим. Да. Но там тоже засады есть. Когда ты чего-то там достиг, так это, ну, порадовался. Да. Это классно. А дальше что? Нет. Нет, ну сейчас вообще, мне кажется, вот философия, какое-то вот осмысление, оно будет выходить на первый план. Потому что хочется находить, ну, не просто вот эти тупые ответы, да. То есть, ну, какие, во всем Путин виноват, да. Ну, это слишком простой, мне кажется, ответ, да. То есть, ну. Это, это да. Вот смотри. Вот эта поговорка же старая, это каждый народ достоин своего правителя. Она же неспроста. Вот у меня товарищ там говорит, слушай, давай забахаем такую маленькую деревушку, засоберем там себе вменяемых соседей, классно все сделаем, свою электроэнергию, газ там, всех нафиг, короче, бляд. И говорю, отличная идея. А соседями кто будет? Ну, выберем, и говорю, по каким критериям мы будем выбирать? И здесь вот, да, вот она тонкая граница. И начинается фильм «Гараж». Да. Помнишь? Да, да, совершенно верно. Там же, заметь, там все были интеллигенты из института. Абсолютно. Что важно. Абсолютно. Вот, да, я говорю, слушай, вот такими темпами нам недалеко до простой вещи. Давайте вот этих всех товарищей. А. Чиновников. Б. Воров. Да. Кому еще? Я не знаю. Гомосексуалистов. Ватников, да. Укропов. Поставим к стенке. Потому что они, блин, раздражают. Ну, так же сделали. Подожди, стой. И в чем феномен нашей истории, да, вот я почему говорю, что мы сейчас на самом деле живем в очень интересное время. Но в семнадцатом году так и сделали. Так и сделали. Четко постреляли всех с точки зрения социальное зло, да, то есть помещиков, капиталистов, кто там этих сволочей интеллигентов, врачей, да, там вот с бородкой в очках, понимаешь? То есть там гораздо шире линейка была, там всех постреляли. И что? Вот об этом и речь. Об этом и речь. И к чему это привело, мы все видели. Попов постреляли. Всех постреляли. Кому можно? Я говорю, слушайте, ребята, вот тех же самых чиновников, они же не с Марса к нам спустились. Это наши же родные, близкие, друзья, братья, сестры. Может быть, не мои родные братья и сестры, но наверняка, если поскрести, я в своей семье, среди своих родственников, обнаружу сотрудников Акимата. Что мне их теперь? Расстрелять? Нет. А почему они себя так ведут? Да потому что, ну, все вот такие вот, народ, он вот ровно такой, да. И что? В этом смысле Ермек Турсунов, он, конечно, вот он стоит особняком. Но если и его поскрести, у него тоже среди родственников обнаружатся люди, которыми, ну, он бы, наверное, не стал гордиться. Да? Но это народ. И что теперь с этим делать? Я не знаю. Я не знаю, ну, но это же не значит, что мы должны вот теперь все бросить и эту чемоданку запаковать. Слушай, ну, а вот часто говорят о национальной идее, да, то есть, ну, я бы это понятие расширил, до чего? В каком смысле говорят о национальной идее? Не-не, вот... Что она нужна, да, что она нужна, что она не сформулирована должным образом, да, ну, а я себе даже шире это вижу, что вот мы вчера там с одной барышней экзотированной разговаривали, да, то есть, сейчас вообще живых идей, вот таких больших, их на самом деле немного осталось, причем тут наша национальная. То есть, вот серьезных, больших идей, таких вот, системообразующих, да, то есть, все еще светит Евангелие и Коран, они еще все светят. Другой вопрос, что вокруг там уже там образовалось там, не пойми чего, то есть, ну, Коран, он сам по себе, он светит. И, допустим, та же Библия, она светит, но вокруг, вот понимаешь, что творится там, это вообще уже там, это непонятно, да, хорошо. Эти две большие идеи убрали, а какие еще есть идеи, вот прям большие такие, системообразующие. Ну, здесь вопрос, знаешь, в чем, вот, давай сразу по религиям. Есть такой термин, аврамические религии. Иудаизм, христианство, мусульманство, суть одна религия. Если читать внимательно, мы видим там одну и ту же историю, да, но в разные моменты исторические, они были даны разным народам. Для какой цели? Вот вопрос. Для какой цели? Религия – это один из инструментов управления массой людей. В каком направлении двигаться, да? Ну, что-то там в этих книгах написано. Нет, религия, инструмент, вот это, ну, я просто свою коррективу, безусловно, она в каком-то смысле инструмент. Религия – это некий нравственный код. Извините, по десяти заповедям, которые на Синае дали Моисею, понимаете, живет вся цивилизация, по факту. Грехов новых не придумали. Не все, не все, не все. Ну, Слав, ты тут... Нет, кто не живет, скажи. Ну, давай посмотрим, да, на полтора миллиарда китайцев. Ну, что они не выполняют – не убей, что они не выполняют – не укради, и что они не выполняют – чти родителей своих, что они не выполняют – не прелюбодействуют. Если ты помнишь, да, в Китае... Смысл-то не меняется. В Китае публичные казни, и это государство делает. Ну, все же. И это разрешено государству. А государство, оно к религии вообще мало отношения имеет. Ну, так, сори, они же там, вот их классика, да, жанра конфуцианства, оно же из даусизма родилось, да? И один из принципов – не вмешивайся, не мешайся, да? Если вот это что-то происходит... Значит, зачем-то это надо. Значит, зачем-то это надо, да? Вот, кстати, буддизм этот... Да, он светит. Вот эти фонари духовные сейчас затухают, вот что я вижу. Ты понимаешь, вот эти вот очаги, которые раньше светили ярко... Знаешь, как Ленин говорил, да? Прежде чем объединяться, нужно решительно размежеваться. Вот сейчас мир атомизируется, есть такой термин тоже, да? Это что умный термин? Не-не, а что тут там? Каждый человек, он становится такой, личность такой, такой гордый атом такой, блин, я же сам по себе, я суверенный, у меня мнение есть и все остальное. Но я вот очень активно интересуюсь вопросами истории. И что я вижу? Наши историки, они наполовину трусоваты, боятся, ну, как и весь народ, собственно, как и все население. А ведь там, в глубине веков, вот эти ответы. То есть когда-то все это было чем-то единым, чем-то целым. И начался вот этот процесс распада, в том числе и через введение разных религий. Хотя, по сути, это одно и то же, все вот три основные сейчас мировые религии, они, по сути, одно и то же, да? Но вот эта атомизация, вот этот вот распад, вот, размежевание, о котором Ленин говорил, решительное размежевание, оно продолжается. Ну, в глубине веков ответы-то есть. Вот бы до них докопаться. Вот бы до них докопаться и понять, почему генетически у славян и у индусов есть некие совпадения. Откуда это? Откуда взялись тюрки? Почему казахи лицом похожи на монголов, а говорят на тюркском языке, а турки, которые говорят на тюркском языке, на нас вообще не похожи? Как так произошло? Что это? Откуда это, да? Ответы там в истории, они где-то есть. Но не каждый историк, к сожалению, готов этими ответами, ну, вот так публично делиться. Да и... У нас есть специальная программа на радиоточке об этом, да? Историческая наука-то у нас где сейчас? То есть, опять же, да, как и все прочие науки. То есть, это не просто, вот я сейчас говорю, знаешь, в последнее время тоже, вот, кстати, сейчас вот очень модные тренды, я вот где-то это вычитал. Все говорят, да нет у нас литературы, да нет у нас истории, да нет у нас поэзии. И по большому счету, может быть, и где-то это и правильно. Но, как сказать, я немножко не согласен, просто вот, когда мы, мысль-то она материальна, и когда мы говорим, что вот нету, она вот, мы это хороним, знаешь, там, последние гвозди в крышку гроба этого вколачиваем, понимаешь, вот. И вот тут я бы, как бы, немножко поаккуратней был, да? Да есть там какие-то писатели, просто все смешалось, вот давай к журналистике вернемся, да? То есть, это же до сих пор олдскульная журналистика, вот, ты представитель четкий, яркий олдскульной журналистики, да? Нет, олдскульная журналистика, это... Ну, ты же адаптировался нормально, у тебя вообще ничего не изменилось. Нет, смотри. Я в журналистику пришел в 93-м. Ну, уже олдскуль, на мой взгляд, он там, в Советском Союзе остался. Нет, ну это ладно, есть ребята, которые зацепили ту школу. Нет, мы говорим, вот, подожди, сейчас синхронизируем понятие. Да, да, да. То есть, олдскульная журналистика, это не цифровая журналистика, скажем так. То есть, я имею в виду, не интернетная. То есть, которые вот сидели там в глянцевых журналах, сидели в изданиях, в газетах, да, там, в том числе на телеканалах. И когда поперло вот это вот просто какими-то семимильными, да, экспансией цифры, да, я имею в виду интернета, сети, то есть, людям было сложно адаптироваться. Я вот немножко об этом. То есть, там, которые вот совсем динозавры... Я тебе скажу так, вот сколько мы не работаем, да, сколько мы не смотрим, нет никакой разницы между тем, что мы делали в 90-х годах, и тем, что сейчас делают в интернете. Изменились методы, изменились инструменты, но в целом все то же самое. Понятие заголовок, подзаголовок, лид, они как были, так и остались. И с ними надо работать. И вот Вадим Николаевич Борейко, он с этим умеет работать. Еще раз с днем рождения, Вадим Николаевич. Еще с днем рождения. И Вадим Николаевич показал мне, как это нужно делать, когда я работал короткое время в газете «Время». Вот, да. Сейчас я могу сказать ему огромное рахметь, твои. Потому что вот... И это же ведь в интернете тоже оно нисколько не изменилось. Знаешь, что изменилось? Ну вот, пошел человек в газетный киоск, купил себе газету, или ему там почтальон принес, и он сидит и читает. Первый материал на передовице, понятно, это партийный заказ. На второй полосе продолжение партийного заказа, и начинается уже нечто там свое. Но ни один редактор не мог сказать, сколько же людей прочло каждый конкретный материал. Да. Никто не мог сказать. Но сейчас все четко, все ходы записаны. Если убрать партийный заказ из верстки газеты, то по какому принципу редактор размещает материалы? Ну, исходя из каких-то там постулатов в своей редакционной политике, и из своего вкуса он исходит. То есть вот это, оно, на его взгляд, личное, оно будет читаться. А читалось оно или нет, он не знает. Сейчас мы точно знаем, что у нас читается и что у нас не читается. То есть вкусы публики мы видим. Иногда мы идем на поводу у этой публики. Не все материалы у нас на это заточены, но некоторые. Ну, журналистика-то та же самая. Отностриваются, что точность в фактаже, проверка материалов, ну и, естественно, подача материалов. Каким будет ЗАГ, каким будет под ЗАГ, что мы этими месседжами первыми дадим, что мы говорим людям. Я иногда своих журналистов ловлю, там за руку говорю, вы ЗАГ дали такое, что саму новость читать уже не надо. Потому что там заголовки все рассказывают. А задача ЗАГа продать материал. Ну, вот он прочел заголовок, все, он к нам на сайте не зашел. Ну, тем более сейчас, я не знаю, как это было раньше, я просто тогда, когда вот все люди читали газеты, я еще, наверное, был там сильно молодым человеком, да, то есть, сейчас скорочтение людей, оно увеличилось, я считаю, в разы. То есть, я вот где-то тоже это недавно читал, что вдумчивых читателей фактически очень мало осталось. Все по диагонали фигачат. Вот, то есть, даже если заголовок продал мне, да, я все равно текст смотрю очень быстро. То есть, и он, я пропускаю фабулу, вот я лично для себя, да, фабула мне не нужна, да, то есть, ну, вот каждый автор, он начинает, вот почему он начал, вот там, вот как, знаешь, там, описание природы, да, вот нафиг, до свидания. То есть, суть сразу, что ты конкретно вот хотел сказать, суть, вот она, там, Маша, там, выпрыгнула, там, я не говорю, Нина, не дай бог, выпрыгнула, там, Маша мыла раму, хорошо, все, дальше. Уже понятно, о чем. Ну, что она, Маша, выпрыгнула в окно, ну, хорошо, там, давай посчитаем. Ну, так, ну. Советская журналистика, она пользовалась ровно вот этими же самыми приемами, о которых ты говоришь. В Лиде должно быть понятно, о чем, собственно, эта статья. Если ты не заинтересовал читателя с первых строк, грош цена твоей работе. Может быть, материал сам по себе и интересен, может быть, но его никто не читал, к сожалению. Слушай, ну, вот эта интересная сегодня мысль прозвучала, закрыть вообще, я живу в факе. Я вот просто сейчас сижу и думаю, и ведь, если их сейчас закрыть, мне кажется, ровным счетом ничего и не изменится. Абсолютно ничего, на мой взгляд. Ну, что-то, конечно, изменится, будут недовольные, да как же. Не-не, ну, это, да, это в смысле, ну, да, там, наверное, преподам. Но по-хорошему, преподание этой профессии все, без исключения все, учатся уже вот у нас в редакции. Приходят новички, сейчас мне, там, со мной связываются ребята из Киммэпа. Возьмете на стажировку, мы там проводим какой-то конкурс, видео там, чего-то там. И среди них, вот, победителей мы хотим тренировать там стажировкой, в том числе, ну, в редакции «Радиоточка». Я говорю, сори, меня не интересует вот ваша победитель, абсолютно. У меня другие немножко критерии. Если вы меня ознакомите с теми критериями, которые вы предъявляете, там, вот, к выбору победителя, я, может быть, и увижу там совпадение, и тогда да, я смогу сказать. На стажировку взять всегда пожалуйста. Мы всегда так делали, точнее, я всегда так делал во всех редакциях. Обрал молодых ребят, журфака. Смотрел, что получилось. И смотрел, что получилось. Я отбирал. Мы там в информбюро, допустим, в 2000-х годах, там, за лето до 100 человек прогоняли через свою редакцию. И там на выходе по осени оставляли двух, максимум трех. Мы видели, что здесь есть над чем работать, ребята талантливые, они могут. И, ну, что там, скромничать. Многие из них стали хорошими журналистами. Журналистика, она же всегда была не очень высокооплачиваемая. Сейчас... Неправда. Неправда? Неправда. Ну, многие журналисты, поверь мне, получают зарплату гораздо выше, чем средняя по госпиталю температура. Ну, например. Средняя по стране. Может, это цифры услышать. Ну, порядка 200 тысяч тенге вот сейчас. Это такая средняя зарплата. У редакторов она выше. Ну, в разных редакциях по-разному. Я не беру сейчас государственные издания. Там бюджетное финансирование, и они работают по законодательству, по тем правилам, которые прописаны в законодательстве для государственных учреждений. Там зарплата 70-80-90 тысяч, ну, что-то вот такое. Ну, раз ребята там работают за такие деньги, значит, они в этом какой-то интерес свой видят. Я не знаю. Мы здесь платим нормально. Это миф, что это не сказано. Вот я извиняюсь, я не хочу сейчас каких-то инсайдов получать. Я хочу просто, опять же, среднюю эту... За счет чего сейчас живут издания подобные радиоточки. То есть, потому что мы же понимаем, что реклама сейчас на рынке вообще тупо вот весь этот год. Ее раньше-то было немного, да, там... То есть, сейчас ее тупо вообще нету. Ну, вот вчера я встречаюсь с банком, с одним из таких серьезных банков в Казахстане. И они говорят, ребят, мы вам можем предложить миллион. Теньги? Теньги. А полгода. Вот она, цена контракта. То есть, реклама, да, она связывается. Радиоточка... Они PR какие-то публикации, наверное, хотели? Да, это будут только PR публикации. Мы на это идем. Я этого не скрываю, не стесняюсь. Нет, подожди, а где деньги тогда брать? Я не могу понять. Нам помогают спонсоры, спасибо им за это. Я вот еще раз говорю, мне вот, знаешь, там, вот, наверное, если тебе задать вопрос, а кто спонсор, да, то тогда им будет неудобно, да, то есть, вот. Мне другой вопрос интересен. Просто вот, за счет чего сейчас живет рынок? Вот, потому что, смотри, рекламные, да, вот эти баннерка, там, большие, там, компании, там, крупные, да, там, и некрупные, то есть, они сейчас там точно там посклопывались, да, все. PR материалов. Ну, наверное, вот сейчас будут PR материалы заходить. Вот, по источникам финансирования, я тебе так скажу, все редакции, вменяемые редакции, без исключения, пользуются госзаказами. Ну, там немного, в том числе, закидывают. Ну, как сказать. Ну, как сказать, ну, пару миллионов, там, на радиоточку выделят, скорее всего. Ну, по моим ощущениям, поправь меня, если я ошибаюсь. Ну, не пара, конечно, чуть-чуть больше. Ну, три, конечно. Ну, все равно, да, этого недостаточно, для того, чтобы мы там существовали. 300 тысяч тенге в месяц, ну, как. А спонсоры, и я тоже не скажу, кто эти люди. Да ты, я и не спрошу. И у других изданий, я знаю, кто там спонсоры, и я тоже не скажу, кто они, потому что это их дело, пожалуйста. Почему я не говорю? Давайте вот честно, да, любое медиа, это инструмент политической борьбы. Как-то один мой друг меня спрашивает, слушай, я хотел так открыть радио в Кокчетаве, все, мне там сказали, пиши заявку, все, я написал, представляешь, я проиграл, я говорю, а ты как хотите. Да ты что? Ну, так просто, все, да. Это, получить телерадиочистоту, это вопрос политический. Нет, серьезно. И для чего спонсоры содержат медиа? Для того, чтобы отстаивать свои интересы. Это плохо или хорошо? Следующий вопрос возникает, да, вы обслуживаете чьи-то интересы. Sorry, но ребята, которые нас спонсируют, они смогли организовать свои бизнесы. Я не рассматриваю сейчас вопрос этический, какими методами и средствами, да, но они создали рабочие места. Такими же, как и все. Как и все. Других не было, мне так кажется. Да, и мы не можем этих ребят только за это поставить к стенке, отобрать у них деньги и сказать, знаете что, да, наоборот. Ребята понимают, что мы не можем с утра до вечера пиарить только их любимых, и поэтому 99% времени медиа занимаются тем, чем они и должны заниматься. Но иногда возникают критические моменты, когда мы спонсорам должны свои какие-то ответные ништяки тоже давать. Ну, а иначе зачем же они платили? Это и есть. Мы взаимосвязаны. Они нуждаются у нас, мы нуждаемся в них. Это нормальная, по-моему, постановка вопроса. Ну, можно так сказать, получается тогда, что вот все сегодняшние сайты, претендующие на большую читаемость, да, то есть они, собственно, ну, по такому принципу и живут. Ну, да, практически все. А на рекламе редкая птица, редкая, просто редкая. Нет, ну, я, если честно, я так же думаю абсолютно, да, то есть, потому что, ну, я в рекламный рынок, там, может, поболее, там, погружен, да, ну, вот, я бы в этом году, ну, нету. Ну, может, ну, там, что-то зарабатывается рекламой, может быть, тенгри, что-то зарабатывается. Ну, может, кстати, вот такая, да, классическая такая бизнес-модель. Они своего контента производят же, ну, совсем копейки, совсем чуть-чуть. Это агрегатор чистой воды, но самый лучший агрегатор, который есть на рынке. И он самый посещаемый, и все остальное. Иногда реально это бесит. Ну, потому что мы вот сидим, мы работаем, мы рожаем материал, мы его публикуем. Они ссылкой потом перепечатывают. Они просто его перепечатали. Нет, ссылку делают, они что, им жалко, что-то. Мы изменили правила публикации наших материалов. Мы просим публиковать только половину нашего материала. И делать гиперссылку на страницу с нашим материалом. Ребята, делитесь трафиком. Делитесь трафиком, потому что мы работали, и мы тоже хотим с этого что-то получать. Почему должен все получать только нур? Ничего не делаем. Нур справедливо? Это, на мой взгляд, справедливо. На прошлой неделе мы пару раз поймали их на этом, позвонили, поругались. Теперь нур, я так понимаю, нас брать не будет вообще. Ну и черт с ним. Мы проживем без них. Наши материалы и сами по себе должны стрелять безо всякого. С другой стороны, да, на нур надеяться, это кердик редакции. Совершенно верно. Даст нур трафик или не даст, ну это совсем смешная. Но с другой стороны, да, это по-честному, то есть приплатить, как бы, немножко трафиком, одних не убудет на самом-то деле. Мне так себе видится. Что, ну, боятся, что его радиоточка там кончится временем. Ну, там концепции вообще изначально разные. Совершенно верно. Это, знаешь, мягкое, там, с теплым. Совершенно верно. И я, на самом деле, сейчас мы продумываем варианты, там, договориться с некоторыми порталами, с нашими друзьями. Баннеры-обменники. Не просто баннеры-обменники, а именно разделение трафика. То есть мы будем генерить трафик для них, они будут для нас, и все вместе мы можем поддерживать. А сколько умников на точку заходит месяц? По идее, это открытая информация. У вас висит, кстати, счетчик каунзирует? Вот за него я не скажу, потому что не помню. Я пользуюсь live-интернетом, иногда Google Analytics. Ну, и за каким-то чертом я взырую, что заглядываю. Потому что всем не угадывают. Не, ну, на многих он висит в сайтах. То есть он висит на всех сайтах Казмета. На всех сайтах Казмета. Ну, на Ганзине висит, например. Но live-интернет мне нравится больше, потому что он дает гораздо больше информации о том, кто у нас читал, когда, что именно читали, откуда пришли, куда ушли. И вот это у мужчин и женщин. Да, да. Ну, и все-таки вот мне интересно просто, вот как коллегия, потому что у меня маленький сайтик, но я тоже с ним два года мучаюсь. Мне вот просто интересно. Реальных уников на радиоточку? Ну, вот смотри, за вчерашний день реальных уников 14 тысяч, за позавчера 13 тысяч, позавчера 15 тысяч, а в выходные было 5 тысяч и 7 тысяч. Прошлая неделя в пятницу было, по-моему, 9 тысяч, в четверг был 16 тысяч. А в месяц вы не замеряете, да? Я просто сейчас не вспомню. Ну, я понял. Замеры-то есть, и я эту информацию в голове не храню, потому что она в лайф-интернете всегда под рукой. Нет, ну это хорошие цифры. Там статистика, она открытая, пожалуйста, любой может. Конечно, 12 тысяч посетителей в день, это шикарно, я считаю. А куда еще? Ну, меня, допустим, порадовала бы статистика. Не такая, как раздушивая. Нет, так она бы, наверное, всех порадовала. С другой стороны, я с тобой согласен. Таким изданием, вот, радиоточки, там, мне кажется, важно больше качества читаем, как сказать, читабельности, качество читателя и возвращаемость его обратно на ресурс. Потому что, если вы там в Facebook посеяли, да, там какой-то бомба материал, да, она бежит с Facebook фиговая туча, вот те твоих, там, твоих 30 тысяч. Но это не значит, что он в радиоточку, там, или какой-то другой сайт, неважно, да, то есть поставят в закладки, это же вовсе этого не означает. Кстати, в закладок много приходит у нас там. Как подписка, да? Да, около 30% посетителей. Ну, это хорошая закладка. Это хорошая. Бывает никогда и там больше 50% закладки. Хорошая закладка. То есть, ну, здесь я что могу сказать, да, у нас честный трафик. Вы, Google, нет, ну, сейчас вот ты зря это сказал, то есть, потому что я задам вопрос, а вы за Google уже платите, чтобы нагонять трафик честный? Нет. Не за что не платить? Мы единственное, 200 долларов в месяц примерно тратим на Facebook. На контекст, чтобы аккаунт росли? Да, все, не более того. А на Facebook сколько подписчиков? 4 тысячи. А, ну, надо тратить мало, конечно, очень. Конечно, у нас просто нет бюджета на это. Мы с шефом, со своим этот вопрос обсуждаем, он готов выделить. Ну, мы понимаем, что наши конкуренты тратят там под 3 миллионов тенге в месяц. Нам такие суммы не снились. Ну, я вот сколько таких видел, что, допустим, ты там, ну, на Google большие сайты очень много денег тратят. Именно на, и это не говно трафик, это честный трафик, но в смысле, туда большие деньги. Ну, там, понимаешь, я пробовал, я пробовал. То есть, там отключаешь, он, блин, он сразу падает. Он туда же возвращаясь по факту, откуда был. Это постоянная гонка. Да, то есть, это, я вот, например, поплатил, поплатил, да, приятно. Смотришь на вот этот счет. А монетизация как происходила? У нас? Да. Ну, у нас мы коммерческие проекты делали для коммерсов. То есть, мы... Сотклик был какой-то, да? Ну, конечно, конечно. То есть, мы зарабатывали, тут же эти деньги обратно инвестировали. Я говорю, ну, прикольно, смотришь, да, ты там, в пол, в 50, допустим, в первые 50 сайтов ходишь к Аутзиру. Ну, войти в первые 50 сайтов ходишь к Аутзиру, это нужно пару миллионов тенге потратить грамотно. Пожалуйста, там, сайт сантехников зайдет в первые 50 к Аутзиру. Это очень хорошо. Мы сегодня 57-е, а пойдем вместе по Зиру, да, 62-е. Ну, так я тебе говорю, то есть, ну, всем там приятно находиться, там, в первые сотни, в первом полтиннике, в первые десятки. Ну, на самом деле... Причем, вот объясни мне. А денег все равно сегодня нету. Хоть ты, блин, в тройке, блин. И что толку? Мне это не дает никакого... Нет, сегодня толку нету. Вот сегодня толку нету. Ну, я считаю, самая дорогая, как бы, вот для ресурса, чтобы люди туда хотели заходить каждый день. И это, знаешь, тоже такой большой-большой вопрос, такая загадка для меня. А почему люди должны заходить на радиоточку? Вот не на Тенгренюс, а именно на радиоточку. Не, ну, на Тенгренюс понятно. Они среднюю температуру по палате узнают. То есть, а вы же не позиционируетесь, как большой такой новостник, да, то есть, там, агрегатор какой-то, да? Ну, теперь да. Теперь да. Хорошо. Что, вот, молодому журналисту, который должен, хочет вообще заниматься журналистикой, да, давай ты ему скажешь, что ему делать. То есть, ну, например, вот ты говорил, надо на практику куда-то, да, но какие ему нужно катаны затачивать, да? То есть, вот у каждого человека, я так себе это вижу, да, есть какие-то его боевые катаны, то есть, сильные стороны, в которых вот он шарит. Кто-то кайф напишет, кто-то там не боится говорить на камеру, кто-то, 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 вот. Ну, вот здесь вот для такого... Ну, у нас просто бывает, и молодежь смотрит, вдруг поможет кому. Ну, это, во-первых, нужно посмотреть на эти катаны, и сказать, которые из них ему годятся. Угу, всем подходит, да? У нас бывает клинок тяжелый. У нас в редакции журналисты разные. Кто-то способен работать ногами очень эффективно, кто-то головой, и тоже очень эффективно. И у каждого свои плюсы, свои минусы. И мы специально подбирали ребят именно так, чтобы они были разные. Потому что произошло какое-то ЧП, нужно быстро сорваться и отработать ногами. При этом нужно прозвонить того, всего... Вы выскакиваете, да, за какие-то... Да, на такие экстраординарные события, естественно. Вот сели, был там, пожалуйста, ребята сразу больше сорвались, когда уехали. Насели там, легче сказать, кого не было, да? Да, трамвай то же самое. Парень ехал домой, уже все, после рабочего, а тут бац, тебе трамвай. Не первое, а второе трамвай. Он вышел из такси и отработал свое. Он заточен на это, да? Но если его попросить сделать материал аналитический, он погрязнет. Он просто его не сделает никогда. Ему и не надо. Поэтому для молодого журналиста, ну что можно сказать? Обнаружь свои таланты. Побыстрее самоидентифицируйся. Самоидентифицируйся. Я разминал артикуляцию. Молодой журналист должен самоидентифицироваться, понять свои таланты. Второго раза ты вообще лихо сказал. Понять свои таланты и самое главное, найти себе хорошего тренера. Я имею в виду редактора. Того редактора, который будет его таланты развивать. Вот остановлюсь сразу, потому что это тоже вытекающий вопрос. Без фамилии, без названий. По твоим ощущениям, много у нас тренеров-то осталось? Ну, я сейчас попробую перечислить, если кого забуду. Давай, огонь. Вадим Николаевич, еще раз с днем рождения. Еще раз с днем рождения. Это раз. Шахнович. Это два. Габулин. Он мой непосредственный шеф, но я не по этому. Потому что я вижу его коллектив, который с ним достаточно долго. Мы сейчас тренерские качества оцениваем. Они с ним работают не просто так. И они дают результат. Результат, который нравится читателям. Не всем, конечно, но есть там люди, которым нравится. Себя я причислю. Ну, а ну чего? Ну, а чего? Серик Жангулат. Шишкин. Дима. Галя Алькешева. Она регулярно развивает свои предыдущие. В Тенгри Ньюз все очень хорошо поставлено. Тренировка. Там все. Там все бизнес-процессы хорошо, правильно поставлены. У них большая редакция, большие цели. Они такими и должны быть. Мельцера я вот назову. Он тоже этим занимался. Он давал возможность. Сейчас он активно этим не занимается. Но если вдруг когда-нибудь у кого-то из молодых появится возможность, к нему попасть будет неплохо, то это просто номер один. Лисковский. Сергей Лисковский. Кого-то точно я забыл. Не, ну я думаю, там не обидятся. Есть, есть. Я просто к чему? В общий смысл к тому. Ну ты сейчас уже десяток назвал. В принципе, точно там при желании можно куда-то, как говорится. Причем все же от человека зависит. Любую редакцию иди и делай то, что тебе говорят. Чему-то ты будешь учиться. Я учился там с 93-го года условно по 99-6 лет. Меня куда только не гоняли. Чем только я не занимался. Скрипел зубами. Иногда не нравилось. Ну а что делать? Надо, да? А потом я попал на тренинг интервьюса, где мне вот все, что я за это время накопил, просто разложили по полочкам. Я начал систематизировать. Все по-лучшему. И вот там начался рост. С 99-го года. Да, кстати. Я постоянно. Я, кстати, про этот интервьюсовский. Шиманская не там же была. Потому что я о нем уже не первый раз слышу. Шиманская. От Каплина я вот тоже слышал. Каплина, она просто, я бы сказал так, вскормлена интервьюсом. Она работала на Атрар ТВ. И она впервые на интервьюсовский тренинг попала именно как журналист с Атрар ТВ. Со временем она показывала хорошие результаты. И это же ведь тоже же проблема, да? Когда хорошие журналисты с регионов уезжают в Алмату, в Астану. А там кто работать будет? Вот те, у кого Корсеть, те редакции, они от этого реально страдают. Вот Каплина, когда уехала, Корсети потеряли просто потрясающего журналиста. А она вскормлена интервьюсом. Насчет Полины я не знаю, честно, да? Я точно знаю. Она же на КТК долгое время работала. А КТК это была компания, которая очень долгое время игнорировалась интервьюсом. И они оттуда журналистов не приглашали. У меня был период, два месяца буквально, я там поработал на КТК. Я увидел много талантливых ребят, но которые оторваны от этого процесса, где тебе покажут, расскажут что-то новенькое, научат чему-то, да? Как журналистика работает там в передовых изданиях тебе. И вот они от этого оторваны были. И это было обидно. Я там вот Марину Мехтаеву встретил, я ей начал объяснить. Вот это вот так, вот это вот так. И видно, у человека интерес растет, да? А Щеблов там, допустим, он раз сорвался и уехал на Рэддовый сейчас работает. Почему? Потому что тесно стало в этих рамках. Вот то, что Галя Алькешева делала там на Семерке, а потом чуть позже на Хабаре, это вот все то же самое. Это вот те самые принципы, скандарты. Ермегияева, давайте покажем дом, где он, собственно, сидит под домашним арестом. Даже журналистам Хабара вот это никогда бы в голову не пришло, но Галя Алькешева, она сказала, давайте это сделаем. И это начало набирать в интернете. Просто показали. Ничего особенного. Но это вот работа. То есть в любую редакцию идите, учитесь. Потом со временем где-то что-то. Может быть первый редактор будет не самым лучшим вашим учителем. Но он будет вашим учителем. Слушай, смотри. Вот все говорят, когда вы перестанете делать часовые программы, вот когда этот час прошел. Напоследок хочу, знаешь, что спросить. Это важно по нынешним временам. Готовясь к этой программе, то есть вот такие люди, заслуживающие моего внимания, веры, доверия, они тебя прокомментировали вообще в трех словах. Это очень грамотный чувак, журналист. Уже долго-долго журналист. Но самое главное в конце они сказали. Чувак с остальными яйцами. Единственный, кто не побоялся газовать против течения вот этого кок-жу-ляу. Но это действительно, где-то год назад это была расстрельная абсолютно вещь. Я сейчас не о кок-жу-ляу, не очень интересно. Его остановили, все и ладно. К сожалению. Ну вот, видишь, они сейчас опять плюнут в монитор. Не, не, я ничего не говорю. То есть, другой вопрос, вот про остальные яйца, просто программу закончить вообще, вот я считаю, это красивая будет концовка. Это сегодня что вообще? То есть, потому что вопрос на самом деле интересный. То есть, что тебе, ты в смысле джедай, или что, или уже все пофигу. Это скорее всего. На дурака же не похож, понимаешь? То есть, как так? С водолазом согрешилось, помнишь? Дело не в этом. Я вот телец, да, по знаку зодиака, поэтому, кстати, про водолаза вспомнил. А это такой знак, вот он в колею попадает, и он прет. Ну, ториадоры какие-то. Ну, я хорошо понимаю, я тоже телец. Да, тем более, да, он прет. И вот, если у меня есть там цели, задачи, я к ним иду, я к ним двигаюсь. И неважно, что там вокруг происходит. Иногда бывает, конечно, неприятно, обидно, там, хочется в дыню дать, еще что-то, да, ну, реакции какие-то возникают. Но, в целом, меня вот Габдулем представляла редакция, сказал, это человек, который пойдет против власти. Потом, когда он вышел, я сказал, я никогда не пойду против власти. Не потому, что я ее люблю, и я никогда не буду просто хвалить власть. Не потому, что я ее ненавижу, там, да, или ругать ее, потому что нужно с людьми уметь договариваться. Еще раз повторю, те, кто сидят там по кемате, а ты такие же люди, как и мы. У них точно такие же проблемы, как и у нас. Абсолютно. Не финансовые проблемы, да, это вот все следствие, а вот эта вот внутренняя неуверенность, страх, да, вот, в них то же самое сидит. Это наша общая проблема. Поэтому, если мы хотим чего-то добиться, нужно к этому двигаться. Я в этом абсолютно уверен, и это мне помогает. И когда, я могу совершенно спокойно, мы дали заголовок, да, на Байбека понизили в должности. Куча там просмотров, и там, главное, на Фейсбуке там полемика. Что за заголовок? Вы вообще там на радиоточке с ума спятили? А новость-то была о чем? Первоначальный заголовок, я его убрал. Первоначальный заголовок был о том, что Бауржана Байбека избрали руководителем городского филиала партии Нур-Утан. Если смотреть по партийной иерархии, раньше уловили все партии, теперь только городским филиалом. Это понижение, очевидное, о чем мы и написали. Звонят же из Акимата, говорят, ребята, вы там что, обалдели? Заголовок поменяйте. Я говорю, мы не будем менять, потому что именно так мы работаем. Если вам что-то не нравится, вы можете свое мнение к нам вставить, и все остальное, но вы не вправе указывать нам, как нам правильно писать заголовки. Это наша работа, а не ваша. Если бы вы знали, как это делается правильно, то вы, наверное, и сидели бы на моем месте. И они после этого отстали от нас. Потом я встречался с заместителем Акима, ему говорю, мы будем делать вот такую заголовку. Он говорит, все, я туда не лезу, вы сами там знаете, что там. Рулики делать. Все, понимаешь? И это к разговору о теме Табу. Два дня назад мне дважды звонили из Астаны, из комитета по информатизации и связи. Это наш профильный комитет в министерстве. С просьбой давайте снимем вот этот материал. Я в мягкой форме объясняю. Ребята, вот то, что вы сейчас просите, это недопустимо. Я согласен снять материал, если он противоречит здравому смыслу, если он вообще неправильный, там, броню там написано, или если там есть решение суда или накат от генпрокурора. А вот эти всякие разжигания тебе, они как-то... Мы на грани фула регулярно действуем. Регулярно действуем, почему? Потому что это то, что провоцирует людей на некую реакцию. Мы дали там заголовок. Халяль-проституция по-казахски. Вот эти вот халяль-проституция. Два слова, они вообще несовместимы. Да и казахов туда заряд уже добавят. То есть три слова, наверное. Но речь-то шла о том, чем салафиты занимаются здесь, в Казахстане. Каким способом, каким образом они готовят бойцов для ИГИЛ. Все люди отправляют. Что они делают со своими женами и женщинами. Материал набрал кучу там откликов, и негативных, и позитивных, каких угодно. И, естественно, нашлись люди, которые накатали телегу в генпрокуратуру. Мне шеф звонит, говорит, что делать? Я говорю, держим оборону, а что мы делаем? Я материал снимать не буду. Он висел месяца два. Все это время он набирал, набирал, набирал. Мы потом продолжение дали этому материалу. Он тоже набирал много. И в конце концов, там через два или три месяца пришла телега из генпрокуратуры. Типа, просим вас изменить. Вот здесь, вот здесь. Там не было просьбы снять материал. Изменить вот это. Корректировки. Да, корректировки внести. Я понял, что если вносить корректировки, то может и смысл статьи поменяться, и потом у меня времени просто не было. Мне проще было его снести просто, потому что он уже свое отработал. Ну что, два месяца, да? Да, уже смысла нет. Ребятам из комитета, во второй раз они звонят, говорят, просят, снимите еще раз материал. Я говорю, я не буду этого делать. Я говорю, вы вообще просто неслыханное дело сегодня сотворили. Дважды за один день позвонили с этой просьбой. Ну, вы понимаете, это же руководство. Мне интересно, кто его попросил, вашего руководителя. Потому что тема о том, простая тема. Я могу сказать, это там нет ничего такого сверх страшного. Закрывается филиал телекомпании «Казахстан семей». Все, уберите мы делаем. Почему? Потому что это критика комитета. И что? Ну что, не критики, что ли? Ну вот. Какой телеканал? Казахстан семейный филиал. Семипалатинский? Да. И что, это кромолок какая-то? Ну, в том-то и дело. Ребята, мы позвонили ребятам туда, они говорят, слушайте, там мы практически все уже трудоустроены дальше. Потому что нам поступили предложения оттуда, отсюда. Ну, некоторым надо уезжать из города. Ну, а что делать? Да там. Корпунт сохраняется и все остальное. Все понятно. Мы дают следующее, еще один материал с дополнительной информацией. Второй материал они просят снять. Лидер партии Акжо, товарищ Перуажин, он там сказал, что в парламенте, если те поправки, которые мы предлагаем, не внесут в законопроект о госзакупках, то, блин, коррупция в системе госзакупок будет вот такая. Ну и что? Мне интересно, а кто просит, чтобы этот материал сняли? Кто так сильно недоволен госзакупками? И ребятам комитет по информатизации, я им сказал, руководству передайте, ядрисов против. Пусть сам звонит. Они звонили моему шефу Габулли, Габуллидом сказал то же самое. За что ему тоже отдельное спасибо. Потому что он не говорит, что он может себе такую позволить. И сооборону держать, то уже держать по всем правилам. И самое это интересное, что, ну, ничего ведь не произошло, никакой трагедии. Миль не рухнул, небо на землю не упало. Так же, да? И Перуаншев на месте, и все в комитете по информатизации тоже на месте. Ну, вот она, понимаешь, самоцензура. Кто-то там решил, что это делать не нахуй. Интересно. Это железные яйца, ты думаешь, или это просто я отстаиваю? Здравый смысл. Это здравый смысл. Не более того, если им руководствоваться, то результаты, они сами будут, в том числе и такие, когда там на тебя ярлыки повышаются. Спасибо. Спасибо, Биржан. А мы желаем вам хорошего настроения. Здравого смысла. Здравого смысла. Спасибо.